Всем привет, с вами Нью и ЗЦУ, вы на канале Фрикаделька, а это Лоботомия. Да, всем привет, она нежданный выпуск будет. Нежданный, нежданный. Среду. Ну, потому что воскресенья не было, так что. Да. Так уж она вышла. Тем более, что у нас окошко тут есть. Вот. Как и говорили в прошлой серии, переиграли седьмой день, потому что в конце дня мы чуть-чуть посмотреть хотели, как эта фигня работает, но лучше бы не смотрели. Белый шум. Да. Но переиграли, сейчас этот день уже всё пройден. И начнём следующий день. Да. Посмотрим, что нас ждёт на следующий день. Это что, у нас восьмой, да, будет? О! Так. Девочка молила в слезах, мистер, прошу, отрежьте мне ноги. Шмар. Эта магическая пуля может попасть в любую цель, на которую вы укажете. Интересно. Ты видишь пение перед своими глазами, оно так великолепно, и оно приближается к тебе. Что-то ты выберешь. Мне нравится первое, но... Не надо мне отрезать ноги. Почему? Звучит интересно. Магическая пуля, которая может попасть в любую цель, которую вы укажете. Это может помочь, если это, конечно, если это как-то может помочь с аномалиями, из борьбы с ними. Не уверена, что здесь можно хоть каким-либо образом им доверять. Ну, выбирай. Ладно, хочу пуля. Хочу пуля. Мне просто интересно, что это такое. Опа. Позвольте спросить вас, что вы сделаете, если один из ваших сотрудников, работая с аномалией, сможет достигнуть квоты энергии. А, мы это читали. Да. А, а потом мы... Скип, все понятно. Все, это мы читали. Я, конечно, спасу сотрудника. Да-да-да. Я помню этот момент. Да-да-да-да, все, мы это читали, это было... Так, расширяем следующий слой. Сейчас, по-моему, он еще говорить с нами не будет, а вот на следующий день должен уже разговаривать начать, потому что мы уже говорили в этот день. Возможно. Так, вот и... Так, у нас должен появиться новый сотрудник, у нас умер Евгеша. Евгеша. Ой-ой-ой. Ты че? Повторить заново. Давай без этих. Перезапустите последнюю точку своей нет. Повторить заново, да. Не то я сделал. Ты не то сделал, да. Мы еще не успеем посмотреть сейчас с аномалией, мы сейчас посмотрим. Хорошо. Так, нанять. Это пол. Нет. Подожди, у нас умер Евгеша, мы будем Евгешу как-то воскрешать? Евгешу. Ну, Евгений. Евгения трудно искать, его надо изнать его внешне. Евгению писали пресс F. F Евгений, Евгений уже умер. Все им прониклись, понимаешь? Прониклись Евгений. Халин. Ну, давай, давай. Но его, понимаешь, его надо искать. Этого Евгения. Ну, смотри. Там у него какой-то был такой, такой честон такой странный у него был. Слушай, я могу найти. Найди, найди. У нас вышел шортс под названием Евгений, который. И, в принципе, можно типа по нему глянуть, как выглядел Евгений. Ну, хотя бы, хотя бы приблизительно. Так, 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 так. У него были круглые, испуганные глаза. Так, где Евгений? Насчет круглых глаз, это я понимаю. Вот, Евгений в шоке. Вот это не Евгений, это такой-то... Слушай, вот сзади, да, сзади, да. Верхняя прическа явно другая. Вот, вот, вот. Эт, так, отлично. Теперь, глаза у него были с точечками. Да, с круглыми зрачками, но круглые. Круглые с круглыми зрачками. Это я составляю фоторобот Евгений. Да. Ты не забыть потом... Ой, вот обратно. Вот оно, сейчас, подожди, по бровям. Так, а сейчас лицом было. Брови у него были тоже другие. Брови просто лучше... Давай дальше. Дальше. Так. Они такие жирненькие были. Как треугольнички. Вот, да. Отлично. А рот у него тоже был другой. У него был такой грустненький ротик. Такой... О! Что? Сматриваешься в рот? Какой грустненький. Грустненький, да. Вот такой, чуть-чуть галочкой вниз. Одно и что-то подобное скажи. Вот это вот. Так, подожди. Я вот просто сделал вот так. Вот так. И... Блин. И... Вот. Да, это... Это он. Единственное, что волосы у него были по бирюзовее. То есть синего. Добавь немножко. Во. Во. Да. Это похоже на Евгения. Не забудь имя поменять. Я имя уже поменял. Ким Лек у него написано. Нет, Евгений. А. А им сразу мужество даем. Конечно. Сразу за годом мощного чувака качаем. Все, Евгений, мы просто прям пипец. Да он так случайно попал к нам. Так вот. Интересно, каким в этот раз он стал сотрудником? Потому что в последний раз он был честный новый сотрудник. А этот уже легкомысленный. Легкомысленный. Ну потому что какой дурак вернется на работу после смерти. Да. Яркий защитник и бестактный защитник. Угубимой стратег. Легкомысленный старший. Интересно. Как вообще у них вот эти вот... Внимательный, искренний, ленивый. Хрена себе, ленивый. Рамирос, блин, весь увешанный. Я говорю, ленивый, блин. Нерешительный. Капитан. Капитан. А, первые капитаны. Это старший, это капитан. Поставь меня, а что я не первая? Нет. Просто я просто... Поставь меня первый. Вообще, какой хера? Теперь ты... Нет, ты все равно грубый стратег. Видимо, это капитан Вим. Лондон капитан. А как мне вообще интересно влияет вот эта вот характеристика на персонажа? Слушай, я не знаю. Мне все равно. Ребят, вот реально напишите, есть ли вообще какое-то влияние на персонажа? Так, давай эго-лист. Смотри, у нас появился Евгений, он сразу в нашу команду ведет. Мы ему дадим сразу же, сразу же дадим ему костюм нашей команды. Слышишь? Евгений такой, да ёп твою мать. Сразу костюм нашей команды ему дадим. Да. И крест ему дадим. Отлично. А, подожди, а почему крест мы ему дали? Вот чём вопрос. А я не знаю, зачем тебе крест. Ну ладно, пусть будет крест. А, потому что нечего давать? Да. Так, эпос броня. У нас тут появился броня шума. Она, она крайне сильна, кстати. Дай Евгению. Броню шума, думаешь? Ну я дам последний костюм и латы нашей. Так называемая команда пипадая. Он знаешь, он воскрес. Заслужил. Ооо. Да. Ну ладно, пусть будет. Ты точно похож на воскресшего какого-то призрака. Так, ладно. У меня... Так, у меня, чё у меня? А, у меня этот клюв. Ты ещё милашка-няшка. У меня клюв? Не, у меня нормальный. Блядь, опять все с ушами, я без ушей, а? Ой, смотри, мне этот... Да иди ты в жопу, всё. Этот дал рацию мне дал. У меня вообще, по-моему... Шум дал рацию. Тыдь не на меня. У меня вообще только... Эта повязка срана, мне никто ничего не даёт. Почему мне никто не даёт? Не знаю, почему мне никто не даёт. Ушки всем зарождали уже. Пидорасы, блядь. Поэтому я угрюмая. Потому что все гандоны. Так. Нет, слушай, она реально... Что? Командир. Ну пусть командир будет. Смотри, потому что... Смотри на наплечные повязки всех этих чуваков. Да. И наплечные командские её. Ха. Она у неё мощней. Ладно. Она с пистолета просто. А-а-а. Поэтому и командир. А думаешь, это так работает? Да нет. Ладно. Так, ну ладно, начинаем. Да. Надо же смотреть, кто там у нас. Что там у нас такое. За аномалия такая пуля. Поехали. Так. А вот и пуля. Ой. Это... За пафосное создание. Как он прикольно выглядит. Такой... Стоит страж. Такой недвижимый. Этот мушкетёр такой. Нет. Он типа из старины что-то. С этим здоровым мушкетом. Ну, давай, короче, конечно... У нас, конечно, всегда пробник, да? Да. Чтобы если что, перезапуститься. Выглядит красиво, конечно, чувак. Давай. Запрос. Что? Стоп. Привязанность. Запрос. Запрос? Интересно. Подожди, он припадающий. Можешь открыть ещё раз показать? А, у него нет привязанности. У него вообще... У него есть запрос. Давай на запрос. Сразу на запрос. Запрос. Пристрелите меня. Нет, нельзя запрос сделать. Может быть, это потом открывается? Может, он... Он... Можно запросить, чтобы он пошёл мочить какую-то аномалию. Когда какая-то сбежала. Может быть, если что-то накопишь. Запрос на что-то. Ладно, давай... Давай так. Давай узнаем. Давай... Либо понять, либо подавить, мне кажется. Ну, наверное, подавлять. Хотя фиг знает. Он типа за деньги работает. Подавлять денежного чувака. Давай попробуем понять. Давай попробуем... Отправляй меня. Отправлений понять. Веги, понимай. Если что, просто начнём заново. Смотрим сейчас. Весело, пипец. Так, давай быстрей. Топай, да? Не забудь про остальных. Не, у меня сейчас пока только одного его. Я спокоен. Он не помнит ничего радостного. Такого, как любовь или счастье реагируешь на то, что умирает. Хорошо. Нихера себе. Сердце аномалии пронзила магическая пуля, пробивающая любого, кого выберет своей целью. Интересно. Больно тебе обидел. Пока всё плохо. Как и любая сделка с дьяволом, работа не закончится ничем хорошим. Ага. Фига, а у него сколько этих пунктиков. Так я тебе говорю... С ним долго можно, да, сидеть тут. Ну, понимать его не надо. Ну, походу... Он как бы такой, на понимание, средненький. Ну да. Ровно средненький. Да. Ну, слушай... Ну, давай потыкаем в него, узнаем хоть чё. Да, давай поймём. Ну, понимания не будем уже. Давай посмотрим, чё он... Инстинкт привязанности всё-таки есть. Давай откроем просто так топольково. Понятно. А. Так, ну, давай посмотрим, чё с подавлением. О. В смысле? Так мы понимали его сейчас. А. Я думаю... Я всегда думал, что такое 1, 2, 3, 4, 5. Это уровни развития. Если ты... Если твоё подавление ниже второго уровня, у тебя будет очень низкий. Но если подавление выше 3,5, тогда высокий. А. Подожди, моё подавление? А у меня чё? А. Так. А у тебя по подавлению... А хер его знает. Подавление, это чё, справедливость? Да, это... А, один. У нас у... У меня... У меня два. Тебя... Где ты там? Вижу тебя. Тебя один тоже, что ли? Да, у тебя тоже один. У меня у одного два. А вот ещё у Евгения два. Окей. Чтоб подавление качать, надо сюда отправлять. Да, у нас, видишь, один, один. У меня у одного два. А, и у Евгения два. Так что, к нему... Ну, пока на понимание попробуй. Ну, давай, ну, подавай, пока на понимание, оно хоть как-то средненько идёт. Давай, в этот раз меня отправляй. А у кого качать по подавлению-то мы можем? Да вон у шума. А. Отправь меня на шум. Так, стоп, 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 стоп. Так, не помнить ничего, радостного, это понятно. Давайте чуть побыстрее. Про магическую пульту. Ой, что-то меня избивают. Что-то тебе плохо. Так, ладно, я воду что-то. Нет, 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 нет. Давай, выправляйся. Надо ещё две, так. Ню из информационной команды мёртв. Евгений из информационной команды мёртв. Управляющий, обратите, пожалуйста. Что? Брук умер. Из-за вашей некомпетентности. Антон из информационной команды мёртв. Ах, вот они все. Он просто их пристрелил. Так, давай к нему всё равно зайдём. У нас 10 накопилось. Откроем инстинкт и понимание. Обычный всё. Нет, это не работает. Так, надо что-то с руководством напонимать у него. Как с ним обращаться, нам непонятно. Он пожалел только меня. А, то есть ты живой. Но он убил всю твою команду. Ну я пока перезапускать не буду, я сейчас ещё раз себя отправлю. Давай. Чтобы хотя бы понять про него. Ты только подлечись, ты сходи. А он лечится, лечится. Получается, что... Он получается очень жёсткий. И получается, что ему надо именно сильного чувака по подавлению. К нему почти смысла сейчас не отходить, аначе он нас задавит. Но мы не знаем, сбегает он или нет. Запрос. Оп-онсу. А-а-а, вот. Ха-а-а. Ха, ты отошёл просто. А, я 10 энергии трачу на это. Ого. Перезапускай. Нет? 50% понижение шанса успешно... А, все судники департамента, то что умерли. Охренеть. Я тебе сказала, у нас было девочку с отрезанными ногами брать. Нет, я пулю хочу. Вау, ну он жёсткий. Он жёсткий. Нет, давай. Ну иди, давай. Понимание. Быстренько забеги. Давай инстинкт. И начнём заново. Да, может я хоть какое-то руководство ещё смогу приоткрыть. Завесу тайны. Мы всегда можем начать заново и ещё начать. Ну тут он какой-то жёсткий чувак попался. Жестковастенький. Понятно. Он меня сейчас просто забьёт так. Он меня сейчас просто так забьёт. Ага. Нет, не успел. Хорошо. Давай. Давай. Один. Вы можете обратиться с запросами к аномалии. Будет стоить 10%. А, 10% понял. Хорошо. Это я понял. Правда. Пули, пущенные после оплаты, пронзят все объекты на своём пути. И нанесут урон. Также вы не сможете выбрать точку выстрела седьмой пули. Так что принимайте решение с осторожностью. Седьмой пули. Седьмая пуля нельзя. Она автоматически летит. Хорошо. Где-то. Уровень справедливости мы уже посмотрели. Нам нужно его повышать. Понятно. Короче, я понял суть. Сейчас ещё раз скажу. Короче, он выстрелил, потому что он ненавидит людей, которые ниже третьего уровня справедливости. Он сразу понижает клип от себе и, видимо, выстреливает в рандомном месте. Это типа он сбегает так. Да, это типа сбегает. Пули сбегает. Пулю он выстреливает от ярости куда-то. Всё, хана мне. Всё, всё. Он мне не даст. Надо было подождать чуть-чуть тебе ещё. Подкопить здоровье. Он ещё и стрельнул. Ты вышел. Я обезумел. А где его не осталось, чувак? Давай сейчас подпишем. Ну да, понятно. Давай чуть-чуть откроем. В результате нормальная работа уровень чуть-чуть клип от аномалии F1 понизится в средней вероятности. А, это в результате нормальной. То есть не нельзя нормальность. Не надо всегда высоко. А получается, если он сбегает, то он обыстреливает просто пулей, вот как сейчас он сделал. Ну, походу, да. Ладно, давай перезапускать день. Всех убил. Ну, эта аномалия была жестокая. Ничего не скажешь тут. Ничего не скажешь. Так, предлагаю, значит, чё? Предлагаю чё? К нему-нибудь наролять. Надо сейчас подавление себе раскачать. Что, тут нужны сотрудники с подавлением прежде чем? Просто беда в том, что если на него попадёт случайно когда-нибудь перегрев, когда к нему обязательно надо идти, будет уже печальней. Ну, ты отправляешься сейчас на подавление? Да, нам надо сейчас... А, подожди, можно же попробовать что-нибудь заново. Если сейчас получится просто. Ты о чём? Ты ж только что птишь заново. Я знаю. Я единственный, кто может это сделать, попытаться. Нет, шесть. Ни хер, аси шесть. Это жёстко. Ладно, ты ещё хотел-то. Тогда ладно. Тогда качаем подавление. Ну, я самый близкий. И Евгений самый близкий. Но я себя буду отправлять. Сейчас надо хотя бы себя до третьего уровня раскачать. Не забывай про меня. Ну, нас у всех, видишь, надо сейчас Евгения раскатить, к собой преподай отправить, познакомить Евгения с преподаем немножко. Он уже забыл про него. Ёбан, его отгорит. Ты Евгений в ахуе. Чё я тут делаю, блядь? Какая-то шавка тут. Так, птички идите. Кто-нибудь. Фрэнк, ты не хочешь к птичке сходить? Иди сходи к птичке. Ну, почему бы нет? Так, а у тебя чё по подавлению? О, его нельзя подавлять. Но, кстати, его можно на привязанность отправлять людей. А привязанность надо раскачивать. Окей. А к бабке иди ты. То есть нам нужно, чтобы у нас уровень подавления был чё? Не ниже третьего. А не ниже третьего. Третий и выше. Так, на кого клип отпопал? На попадая. А, ну это замечательно. Так, иди, Евгений. Ещё по... Ты видела? Иди нахуй. Он сходил один раз к пепадаю. Один раз туда сходил. Ему тут же дали уши. Сразу же. Да за что мне вообще вот эта вся фигня? За что? Почему? Сука, Евгений. Я вообще тупила за то, чтобы ты ожил. А он сразу пошёл и уши забрал. Сука. Молодец, Евгений. Я хотела эти сраные уши. Евгеша, ты охуел. Нет слов у меня. Нет слов. Один раз сходил, блин. Анна, иди сходи ты. Может, всё-таки ты получишь за место этой повязки ушки. У нас почти вся команда ушастая сейчас. Так, птица-то кто-нибудь может сходить? Фу, я получу, а не ушки. К птичке Фрэнк. К бабке. Лондон. Привязанность. Обезранецкого. Так. Так, он, наверное, хорошо вообще с шумом. Фрукт понимания. Это что такое? Знаешь, напомнила мне эти ягодки? А ты помнишь? А ты помнишь? Ой! Он сожрал кого-то. Пейте его нахер. Ё-моё. Идите сюда. Какой опасный. У кого-то жрёт. Он чё делает? Он переваривает, а не жрёт, видимо. Хрена к тебе. Фрукт понимания, блядь. Я не знаю, что такое фрукт понимания, но он, по-моему, самый лёгкий. Они не платят цены за понимание. Они делают это. Он, по-моему, самый лёгкий из всех. Клоун хотя бы он освобождает аномалии. Эти, как они, черви, они сжирают быстро толпой. А этот какой-то один и толстый, конечно, но не калечишь. Я чё-то не поняла прикола, ну ладно. Главное, чтобы ты не стрелял, когда мы это, когда мы к тебе вообще не ходим. Ну, так-то да. Так, иди подавляйся. Так, инстинкт. Уши, блядь. Уши тебе не дали. Да, печально. А это чё закрылось? Камень я не дам. Камень он не даст. Кабина вообще пипец. Так, иди в Лондон, разбирайся с бабкой. Она чё-то там опять загрустила. Да, она всё время грустит. Ну, блин. К нему нельзя ходить. Он под запретом. Запретная аномалия стала. Мне кто-нибудь чё-нибудь даст, нет? О! О, пансон! Ну, сейчас узнаем. Ну, надо ждать, пока ты или я вернёмся. Иначе остальных он погубит. Глядите результат ваших усилий прямо перед нами. Я не успеваю читать, чё я напишу. Так. Ну, я не знаю. Подавление нас погубит. Ну, иди сходи, попонимай. А ты ещё не... Будем надеяться, что он не будет дерзить. Когда ты попытался его понять, он всех убил. Ой-ёй! Ну, попытайся хоть. Ой-ёй-ёй! Чё-то там время? Ой, шум! Шум? Иди подавляй шум. Ну, только просто хотя бы на нормально с ним сыграй. Это, походу, нихуя. Хотя бы на норме. А, слушай, ну чё-то попробуем. Не надо прям сильно дерзить с ним. Всё, ладно. Один раз пережили, и ладно. Ага. Открывай, чё у него там. Давай последнее откроем вот эти обращения. Так, вот. Давай, четвёртое. Ах, ты, сволочь. Ладно. Ну, понятно, это мы что читали. Понятно, порядочку. Ой, беда, беда, бедишка. Лондон, ты не хочешь сходить всё-таки к бабке? За самурай с мужиками. Чё она в расстроенном-то всё время видят, но находятся? Блин, страшно, конечно. Ты про кого? К нему ещё раз сходить, и он на это начнёт нервничать. А, чё у нас? Два раза у него всего. Подожди, а чё у нас посправили? У меня-то вообще всё плохо, а у тебя? У меня она не прокачается, она заканчивает день, чтобы прокачка его. А-а-а. Ну, так мы можем, в принципе, закончить день. Ну, блин, тогда нас откроется... Ну, в целом-то, наверное, можно, наверное, попытаться. Ну, ладно, сейчас ещё отправляю их себя на подавление, потому что я не знаю, может, у меня ещё мало очков опыта подавления, чтобы прокачать уровень. Там надо какое-то количество раз отправить. Я как-то думала, что это всё в процессе происходит. Ну, конечно. Эта игра на такое не рассчитана. Людень, иди сходи ещё к собачке. Хотя уже ушки-то получил. Так, сейчас будет жесть. Где? Он. Опять он. Что ты будешь делать? Так. Кого отправишь? Меня? Ой, блин. Я даже не знаю, на самом деле. Ну, отправляй, не знаю. Хотя один фиг, у нас у всех справедливость низкая. Давай, знаешь, как сделаем? Нет. Давай никого не будем к нему отправлять. А чё будет? Хочешь посмотреть? Давай всех заныкаем. Он стреляет в рандомное место. Ну-ка, потормозите. Попробуем всех в одно место спрятать. И надеется, что он не выстрелит именно на этом этаже. Что он промахнётся, да. Вот в чём там ходит? На втором... На этом этаже у него. Он двое. Евгеша там ходит. Идите сюда, вы чё? Вы же видите, там нервный чувак. Если он на втором уровне, вот там вот между уровнями выстрелит, то, как бы, и шанс. Повезло! Вообще пронесло! Так вот птица сейчас сбежит. Ну это ладно. Эта истеричка кого-нибудь заклюёт, да убежит обратно. Господи. А может, кстати, успеете? Попробуй успеть, Фрэнк, к птице. Повезло, да. Повезло, повезло, да. Но, если бы я там остался, меня бы зафигачили. Открывающая птица сбежала. Да, Адам, Амирос, потерпите маленько, это как маленький воробей тут клюётся. Ладно. Всё, она удовлетворена. Говорит, раздражайте вы меня, сволочи. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Маль. Так, давайте дальше. Подавляем. К бабке, соответственно. У кого-то паника. Ну, птичку кто-то увидел. Я бы тоже такую херню увидела, была бы не в восторге, знаешь. Ну, тоже верно. Ну, где сейчас выскочит? Ну, ну, ну. Так, ну ладно, один раз его можно сходить. Ну, минимум, у него два. У него две попытки, да. По давлению мне надо сходить. А ты работаешь в данный момент с этим. Антон. Антон. Отправь Евгешу. Евгешу нельзя отправлять, у него понимание мало. А он бьёт сразу и так, и так. Евгешу не понимает. Евгешу не понимает. Ну, давай, иди попонимай немножко, Антон. Вот чуть-чуть совсем. А я где, упеподая, что ли? Ты упеподая. То есть хочешь мне ушки выдать? Нет, это просто. Я уже в это не верю. Так. После Евгения это был просто удар ножом в спину. Евгений, да, он показал, как надо это делать. Сука. Да за что мне всё это вообще, а? Только, Антон, ну только нормально всё сделай. Нет, Антон. Так, что-то Антон вроде что-то начал. Ну, пару люлей выдали ему, он что-то сосредоточился. Антон, сосредоточься дальше. Мы тебя любим. О, пережил. Господи. Слава богу, он даже немножко нам ещё дал. Так, давай-давай-давай, открываем. Так, в результате нормальная работа, уровень чечеклип от аномалии понизится с... Это да. Мы читали. Так, у меня пауза стоит, стоит. В результате плохой работы понизится с высокой вероятностью. Ладно. Понятно. Когда уровень чечеклип от аномалии достигнет, самостоятельно будет выстрел из любой точки комплекса. Понятно, просто рандомный выстрел. То есть, если... Ну, в принципе, мы это поняли. Есть возможность заныкаться, грубо говоря. Ну, да-да-да-да. Но он может заруинить, конечно, всю игру одним выстрелом. Но его можно покупать. Что не менее важно. И других аномалий стрелять. То есть, я могу, по сути, в карающую птицу-то пальнуть, когда она вылетит. Где-то было написано, что в неё стрелять нельзя, нет? Нельзя стрелять мне. Но нельзя... Чтобы о неё-то не было слова. Ты лучше на пипадай используй. Когда он выбежит, пипадай. Тоже интересно, на самом деле. Очень интересно пострелять по аномалиям. Ну, кстати, волны, наверное, можно использовать. Ну, кстати, да, переваренную пищу, вот эту всю мочить клоунов. То есть, в принципе-то, почему нет? Наверное, это самая полезная пока аномалия, которая прям активно помогать можно. Пипадай ждёт. Ой, пипадай, пипадай. Мне тебе не дали уже. А мне надо на подавление топать дальше. Всё. Если мне сейчас не дадут уши, мы заканчиваем этот тень. Бабка сейчас занервничает. Ну, конечно, бабка. Она одна, старушечка. Вот я с ним на отлично поработала. Блин. Где мои уши? Где они? Нету. Я просто на зелёненькая вообще. Всё хорошо сделала. Так. Ну, я заебись сотрудник. Чё, опять бегать будешь? Может, ты можешь вообще-то день завершить? И не бегать. Ладно. Давайте завершим день. Да, потому что нужно прокачиваться по-человечески. Начать следующий день. Да. Тебя, конечно, может быть, не права, но один хуя права. Ой, сейчас же ещё одно. Оно буквально в смысле становится самым безопасным местом на земле. Ладно. Древо пожинавшее то, что посеяло. Обманутые сердца медленно забывались в беде. Это я читал, что, типа, четыре аномалии активные не могут быть. В смысле? Ну, четыре активных аномалии не может существовать на одном этаже. Типа, три аномалии активные обязательно, а одна такая пассивненькая, как вот та Тереза. А, ну, то есть мы в любом случае получим... Это какая-то будет пассивная аномалия, в которой не надо постоянно ходить. Ну, мне нравится про безопасное место на земле. Хотя это, конечно, может быть наебалово. Ну, я не знаю, оно в буквальном смысле становится. Давай его. В буквальном прям. Буквально, да. Давай буквально возьмем. Опа-на. Управляющий, пожалуйста, выберите букву А, Б или С. Мне нравится А. Выбирай. Вы выбрали? Хорошо. Слушайте внимательно. А. Хорошая буква. Мое имя начинается с нее. Людям, выбирающим букву А, важно то, что о них думают другие. И они ориентированы на результат. Вы отличный слушатель и умеете собирать людей вокруг себя. Вот так сотрудники убивают время. Как по мне, это скучно. Никакого научного обоснования. Но мне не трудно представить, что я могла бы быть тем или иным типом личности, если бы была человеком. Не думаете, что это уже слишком? Думаю, опа. Я начинаю. Пуэрто. А, нет, это сотрудники. Оз. Оз это вымышленное место. Не считается. Что? Это сотрудники имеют, чтобы разговаривать. А, это кто-то пиздеет. Да. Окей. Ой, Есат, не знал, что вы здесь. Прошу прощения, я не хотел. Он первый начал. Ты же сам. Ты же сам хотел взять реванш. Замолчи уже. Решу, что с вами сделать. Позже. За работу. Вот не люблю я такое начальство, которое, знаешь, типа, тебе вот не похер, люди сделают свою работу. Главное, чтобы делать свою работу, делать ее эффективно. Что он делает в этот момент, вообще похер. Решу, что с вами сделать. Позже. Так точно уже идем. Так точно уже идем. Да, вместе не сказали. Да, ладно. Похоже, сотрудники снова начали играть в слова. Почему нет? Вам нравится эта игра? А, похоже, Есат ненадолго ушел в себя. Ха. Но, Джеймс, ты не можешь пойти работать, если загрязнение раз сутка выше 80%. Это против правил. Я понимаю, но вы же знаете, что будет, если не завершить работу. У меня всего лишь 81%. У Сали было 82% и все было в порядке. Не будьте таким суровым. Если продолжите быть таким дотошным, то вас не взлюбят абсолютно все сотрудники. Вы должны быть и так одиноки. Вы должны быть и так одиноки. Шучу. Но даже если от вас отвернутся все сотрудники, я продолжу играть с вами. Понятие игра в работу? Знаю, знаю. Я неверно выразился. Так, я могу пойти, правда? Да, сэр? Я буду перед вами в долгу за это. Только в этот раз. Пройди психиатрическое обследование после работы. И мы в расчете. Конечно. Спасибо, Есат. Еще увидимся. Нормально флешбекнула. Иногда, когда я пытаюсь переодеться, то вижу галлюцинации. Под одеждой я вижу прогнившую плоть. Но когда я открываю глаза, на мне не царапины. Меня беспокоит не сама галлюцинация, а это ощущение, будто галлюцинация реальна. А я обманываю себя тем, что с моей кожей все в порядке. Я спрашиваю у других сефир. Но я единственный, кто ощущает это. Задача, почему она не сгниет. Через работу на привязанность мы формируем связи с аномалиями и аномалиями в социальных потребностях. Склонны показывать свое недовольство. Даже с набитым животом или когда их камера содержания чиста. Выполните 6 работ на привязанность. Ну это фигня. Черепочек, можно сходить, черепочек. 6 раз. Ну ладно, Есат. Я тебя услышал. Галлюцинация. У него кожа гниет. Ну да, что-то как-то жестко. Так, ага, нам не дали нового сотрудника, но дали ничего не дали. А что тебе должно быть? А мы ничего не дали, просто начинаем. А, у нас неизвестно аномалий, потому что мы его не прокачивали. Да, ничего бы неизвестно. Что у меня, выдержка? Нихера. Что, не получилось? Что? Что? У меня выдержка 2. А у тебя? 3. У тебя уже 3 стало. Хотя я ходил к этой. Но справедливость 1. А, нам справедливость же нужно точно. А у меня? У тебя 2. А, слушай, по-моему, 3, да? По-моему, 3. Да, 3. Господи, как. По-моему, 3. Все, у меня 3 справедливость. Теперь я могу перекрывать рыцарей на время. Ладно, это хорошо. Все, это супер. Теперь надо, значит, всем сотрудникам в этом отделе, перед тем, как поступать во второе дело, надо, чтобы кто-то всегда оставался в старом отделе с справедливостью 3. Да. И выше. Надо, чтобы всегда там кто-то находился такой. И даже если мы туда новых добавляем, они уже начали через шум ходить. Ну, короче, качаем, что могу сказать тебе. Ладно. Ушастая команда. У тебя нет ушей. Я не хочу, на самом деле, нравится эта причастка без ушей. Поэтому начнем. Я поэтому к преподаю особо не хожу. Давай. Так, у всех все есть. Все, поехали. Я не знаю, может быть, это и безопасное место на земле. Это что, черный ящик? Черный ящик, типа. Да. Я не знаю, давай начнем с него. Этот, я знаю, как работает. По нему надо только ходить. Общее время. Ого, у тебя четвертый уровень этого. Ого. У тебя жизни прям вагон. А. Ну, давай. Давай, иди. Разберемся. Блин, белый шум, конечно. Ты слышишь эти звуки? Да, да, да. Вьетнамские флэшбеки. Почему они там не сделали наложение, чтобы там вертолетики были? Слушай, ну ты там стоишь. Все это закрылось в бункере. Ну, давай, смотри, что будет. Ничего не происходит. Меня хилят. Тебя хилят. Ну, что, до конца дотягиваем? Ну, да. Так, стоп. Что-то открылось. Субъект, посетивший убежище 27 марта, приобретает иммунитет к любому типу урона. Однако данный эффект не распространяется на урон, полученный от какого-то аномалии. А также с момента посещения аномалии, убежища из 27 марта, его хп, а, ну, его жизнь и ментальное здоровье будут постепенно восстанавливаться. Ладно. Аномалия называется убежище 0991. Подожди, я посмотрю у рыцаря, какая, какой номер? Откуда я знаю? F1069. Окей. А у остальных мы сейчас не глянем. Ну, если 0991, значит нам просто неизвестный номер. Да, сказать, что там изменится имя, я поняла уже. Ну, сиди там дальше, посмотрим, что ты там будешь делать. Сидишь, сидишь. Пока сидит. Хе. Убежище из 27 марта? Хе. Хе, аномалия? Это плохо? Это у нас безопасная аномалия Зейн, потом идёт аномалия Тесс, которая более-менее опасная. А Хе это прям... Хе это третий уровень, это после аномалии, которая уже может атаковать чуть ли не весь комплекс. Ну... То есть это аномалия, если она уровень Хе получила, то значит она не такая безопасная, она может... Ну, давай, смотри. Это одна из тех аномалий, которая может убить комплекс, грубо говоря. Угу. Не комплекс, а нанести тяжёлый вред. Ах! Ха-ха-ха-ха. Пиппадать сбежал. Это из-за неё он сбежал? Ой, её мать, а ты серьёзно? Ах! Аааа! Ааа! Кто сидит? Когда ты сидишь в бункере, а она сбрасывает клип от других аномалий. Ты как бы там находишься, ты безопасно, но вокруг происходит ад. Да. Жесть. Ты видал там преподать что-то творит? Кстати, вот попробуй напеподать этого. А этот стрельнул. А, этот стрельнул. Блин, не хватит, да, энергии? Он еще раз стрельнул? О, Евгений выжил. Ну, в шоке. Слушай, я так понимаю, что, типа, она... Ой, мы до второго уровня. Что, до четвертого докачаем? Вау. Короче, чем дольше мы сидим, тем быстрее там все сбрасывается. Посмотри, попадай просто огонь. У-ху-х. Вау, ну, аномалия, она... Ты что делаешь? Она радостно играет. Ну, межка тормоз, ну и что поделать? Нет, эта херня не убивает. Он не убивает, но он его покалечил очень больно. А, он его, кстати, да, покалечил. Прям очень больно. Куда он побежал? Вот, интересно. Мне говорит, нахер, нахер, я сюда пришел вообще. Ну, Евгей, что на тебя хотели. Он опять стреляет. О, и она стреляет. Птица. Птица умирает. Ты серьезно, ты... Она его гицу избил. Подожди, она его вылечила. Серьезно? Это что за новое? А что происходит? Типа птица избила. Ладно, поставь на стоп. А, мы до четвертого уровня еще не должны. Давай, подожди. Охренеть, что происходит. Короче, а там сидит чувак, аномально, мне нормально. Не зрябись. Тут ничего не происходит, это безопасное место. Абсолютно. Интересно, а он в меня, если попадет, я умру? Евгений, камер, мертв, все-таки. Кто-то его добил. А, буду постреливать. Жесть. Ну, что где четверка-то? Я хочу почитать. Попадает, вносится буквально, смотри. Ну, монстр просто. Ты какой радостный. О, ты видал? Вау, вообще. Четвертый уровень. Здесь просто ад начался. Да. Ставь на паузу. Да не, не обязательно. А, ну, надо поставить эту звуку. Да, да, да. Так. Ну, поехали. Если субъект посетит убежище из 27 марта, будучи преследуемым, он станет недосягаем преследующего. Удобно. А, убежище полностью защищает от внешнего воздействия, включая свет. Убежище до сих пор помнит тот день. Компания R пожелала построить самое безопасное место на земле. Такое, в котором будет огромный запас хранящихся долгое время припасов, позволяющих в течение длительного периода времени выжить любому. Если субъект будет находиться в убежище 27 марта дольше 30 секунд, уровень счетчика клипа, то случайная аномалия в комплексе станет... Правильно нулю. Такой же феномен будет повторяться и с другими камерами содержания, пока субъект не выйдет из аномалии. Окей. Благодаря убежищам избранные беженцы были защищены от океана, проливающейся крови и криков. Но убежище идеально безопасно внутри. Меняет восприятие, из-за чего все, что происходит снаружи, окажется еще более безнадежным. Оно буквально в смысле становится самым безопасным местом на земле. Короче, понятно. В общем, больше 30 секунд там сидеть нельзя, но если вдруг кто-то за тобой погнался, можно спрятаться. Можно туда заныкаться, да, и убежать. Ну, в принципе, все, перезапускай день, чем угас. Подожди, Пеплодай бегает. Иди, Пеплодай. А он по шуму где-то бегает. А вон он, в этой клетке сидит, вон все побежал. Не-не-не, побежал. Я просто хотела, на Пеплодай, посмотреть в крупной камере. Ты сейчас куда побежал? Че-то Пеплодай зависит. Этот вообще не бежит, он только стреляет. Понятно. То есть этот вообще рыцарь удобен. Ну да. У него, кстати, 11 этих, мне кажется. А, или 0 там. Господи, а, 1 яд. Крающая птица опять сбежала. Ладно, перезапускай. А этот решил нахер. Тут некого больше ловить. Да. Ладно, в целом прикольное убежище, хочешь выйти? Нет, не хочу. Я буду последней женщиной на земле. Да тут уже все. Ладно, повторить заново, что я могу сказать. Ну, бункер интересное место, конечно. Но я не думаю, что прям часто использовать. Но если только приспичит. Ну, в принципе, да. Ладно, начинаем. Я бункер, надо его немножко прокачать, он сейчас нам неизвестен. Надо все равно туда сейчас отправлять на какое-то время. Знаешь что, я думаю, давай я сейчас тебя отправлю. Ну. Там больше 30 секунд же находиться нельзя. Нет, нельзя. Давай сейчас бункер быстро прокачаем, потому что я потом не успею. Выходи. Выходить. Заходи. Там так-то довольно долго нужно посидеть, чтобы полностью прокачать. Выходи. Заходи. Там, по-моему, что-то... Там, по-моему, 180 секунд, что ли, надо? Ну, может быть. Типа 3 минуты? 3 минуты. По 15 секунд, получается, сидим там. А, ну бабка расстроилась. Бабка расстроилась, потому что я убежище посещаю и нет. Если ты подправил к ней кого-нибудь, то сейчас начнется какая-нибудь беда. И что толку от того, что мы тут сидим? Прокачать убежище. И рыцаря надо прокачать. Да. И подходит, посмотрите, как его зовут. Ну, кстати, да. Мне просто интересно, он так прикольно выглядит. Как будто из этого, из древнего этого. Он похож на какого-то самурая, если честно, но с этим, с мушки... Нет, это вот эти мушкетёры, они все с этими плащами ходили. Не знаю. И нет такой ассоциации. Типа, забегаешь сюда, ныкал, заныкался и убежал. Если вдруг что-то случилось. Плюс тут можно восстановиться. Ну да. Но не больше 30 секунд, где можно сидеть. Безудержное веселье. Контент. Не, ну а надо же прокачать-то аномалию, чтобы я ее видел. Да, согласна, согласна, конечно. А то что она будет крестить этим вопросиком постоянно висеть. А, все. Аллилая. Так, давай, погнали. Пип аномалии хе. А, нет, есть тут номер, все ты у меня. А, ну все, отлично. А там был 0991? Да, да. По-моему. Вон, D207. Все, давай, отправляй меня к пипадаю. Тебе нельзя к пипадаю, тебе надо подавление качать всем, кто здесь находится в данный момент. Ну давай, давай. Евгеша отправь. Не, у тебя вообще подавление один. Ладно. Иди подавление качай. Так у Евгеша тоже один было. Евгеша, ему надо инстинкт качать, у него. У него, видишь, он у них у всех хромает. Да как же у меня. Ну давай, отправляй. Так, окей. Давай попробуем вот так, так отправить. И попробуем все-таки подавить самурая. Вискнем. Вискнем подавить самурая. Давай посмотрим, как я с этим задачей справлюсь. Он не должен прям агрессивным быть. Так. Дифференцированная либидо там было. Дифференцированная. Так, но он все равно какой-то не это. Не, нормально. Неплохо. Все равно, что-то какой-то он жесткий. Плюс у него со средней вероятностью понижается, если с ним не очень погиб. Вот типа так, да. Ну что делать, открывать надо все равно все. Ну давай, открывать еще. Двенадцать. А почему сейчас здесь вот все открыто, а там не было открыто? Я не понимаю, как это работает. А, на следующий день начался. Господи, я затупила. Да. Так, ну иди к бабке-то сходи уже вон. А, надо на привязанность отправлять. Да. Наше задание. Ой, привязанность кто-то прокачался. Нифига себе. Иди, ура, за привязанность покачу. Иди, понимание. Так, идите, понимание качайте. Кто-то вышел из-под контроля тебя. Да, это... Не обращай внимания. Лон, Париж. Когда мы заведем уже сотрудника по имени Париж? А? Никогда пока. Так, подавление. Иди, подавляй шум. Кстати, это тоже похрен подавлять нам. То есть, получается, с ней это вообще только на подавление работать. Ну, что делать? Ну, иди попробуй еще раз подавить, конечно. Ну, я ничего не говорю. Но ее надо раскачать, чтобы хотя бы к ней легче ходить стало. Там же, чем больше ты знаешь про нее, тем тебе легче ходить. Логично. Ну, она прям вообще бьет. Хотя у меня высокий уровень. Не высокий у тебя уровень. Я имею в виду высокий уровень этого, что шанса, что будет удачно. А-а-а. Ну, что ж, неплохо в этот раз. В этот раз, да, кстати. Прям очень. О! О, даже на хорошо! Да, ему много, видимо, не надо. О, это что такое за рассвет? Ну, рассвет какой-то, фиолетовый рассвет. А, слушай, а это не вот эти опять будут фрукты понимания, а не фиолетовым как раз высвечивались. Ой, трубку дает. Ха! Прикол. Магическая пуля Рот-2. Рот-2? Рот-2. А есть Рот-1? Рот-2. Так, ладно, иди подавляй. А потом... Кого ты отправил мне подавлять? А потом я отправлю на привязанность и будем... Я хочу пострелять. Пострелять? Да, я хочу пострелять по этой херне, которая сейчас появится. Может, прикольно будет. Ну, посмотрим. Только помни о том, чтобы сотрудников... Так, иди на привязанность. Я помню, что на наших сотрудников беречь. Давай, на привязанность иди, Фрэнк. Сейчас фрукты появятся. Или кто там появится? Да, да. Чтобы осознать то, что находится за пределами понимания, они спят и видят. Кого видят, непонятно. Ну вот смотри, вот тут внизу хороший вот этот вот вариант, потому что сотрудников справа нет. Ну давай. Запрос. Делай чуть подальше просто, да. Нормально. Пускай. Ух ты, блин. Слушай, снимает. Тогда давай вот здесь. Ой-ей. Справа не проверил сотрудников-то, нет? Нет, никого. Давай, стой. Раз. А. Слушай, ты красавчик прям. Неплохо. Ты прям вообще красавчик. Я не могу. Это самое... А он на автомате ставит на паузу? Нет, я ставлю на паузу. Ага. Ты прям вообще... Ну ты тратишь при этом. Я согласен, что я трачу при этом. Но, блин, он может быстренько зачистить местность. Забили её лапками. Видал? Лапками зацарапали. Ладно, нет, ты чувак мой прикольный. Потому что вот тут слабенькие люди, и ты им помогаешь. Антон всё больше начинает походить на... Эту... На Асуку. На Аску. И ещё рыжим сделать, ещё будет идеально. Нет, Антон-то вообще. Вот он. Вот. Он тогда проебал очки из-за твоего мисклика. Теперь он не такой симпатичный, как был. Отправь его к бабке, потому что ему очки даст. А ты можешь его отправлять? Нет, я могу к бабке его отправлять, почему я не могу? Не можешь? Нет, могу. А, можешь. Отправь. Ну, я сомневаюсь, что ему дадут очки. Ну, вдруг. Ну, иди попонимай бабку один разок. Так. А ты дальше иди подавляй. А что может дать этой херня? Она рацию может надать на грудную. А! Мне никто ничего не хочет давать. Пошли в пизду. Блядь. А почему у меня фиолетовая нашивка? Я не знаю. А, мы команда этого. А, всё, поняла. В фиолетовом помещении. Так сказать. Так, иди подавляй. Иди привязывайся. Иди понимай. Всё, и всех хватит раз. А. Иди поиграй с собакой. Уху. Ай, бедный Евгеша. Так. Аж два этих. Ну что, Антону не дали очки? Нет. Лошара. А, подожди, он ещё не закончил. А, он ещё не закончил. Он закончил. Вот этих, по-моему, не дали. Я не знаю. Сейчас, секунду. Тут, блин. Надо сейчас разгрести вот это всё дело. Давай. Так, бабка решила за это. Так, рыцарю опять понравилось, как к нему сходили. Да, его надо открывать, что ли. Клип от 3 у него. О, 3. Не сбегает. Окей. Ну, он не сбегает, но у него ещё клип от 3, потому что он стреляет. А сколько у него сейчас? А, не знаю. Надо ещё вот это. Ну, поподавляй его ещё. Да. Чё он, интересно, даёт? Мне кажется, он очень красивенький. Слушай, ну после вот этого узнаем. Мне интересно, какой он уровень. Он хе-аномалия? Или... Ну, хотя да, он, наверное, хе-аномалия, потому что он одним выстрелом может просто всю игру сломать. Скажем так, он может отдел уничтожить. Ну, возможно, да. Смотрим сейчас. Хе-хе. Так, надо ещё на привязанность отправлять. Нам только 2 раза... 4 раза отправили из 6. В смысле сбежала карающая птица? Вот это ладно, забей на неё. Мне просто интересно, кого она бьёт. Фрэнк, вон. Роза решила. Громи розы немножко тоже побью. И Фрэнк. А кто-то, короче, в панике убежал со слезами на глаза. Ну, махер говорит. Я на такое не подписывался. Да, не говори. А читать трудовой договор надо, когда подписываете. Так, иди подавляй дальше. Давай. Зики. И ещё иди привяжитесь. И сейчас резко будут... Так, господи, что за шум-то начался? Ха-ха-ха. Это значит, это я каждое утро, когда просыпаюсь. Так. Ага. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о, уйди. Иди. Вперёд. А я там до сих пор с белым шумом хуярюсь, да? Вперёд. Поехали все. Как интересно, я его подавляю. Пою ему, чтобы он это... Пытаюсь его перекричать? Я не знаю, подавляешь его, подавляешь. Чё, тебе жалко, что ли? Мне вообще не жалко. Бабка сейчас сбежит. Белый шум. Опа, успели. Ну чё, белый шум не дал мне рацию, к примеру. Меня все ненавидят. Я отвечаю тебе. Нет, тебя любят, он тысячи истин. Он всех любит, он всем давал эту херню, блин. Одной не хватило. Ну иди ещё раз. Сейчас ещё раз пойдём чуть-чуть делать. Так, иди подавляйся. Ты всегда вообще можешь зайти в бункер, чуть похилиться и пойти обратно. Так, ну мне пока рано подавлять идти. Так, иди на инстинкте. Иди на привязанности. Иди на понимание. Ага. И ты, иди на понимание. Так, ну вроде бы всё это. Все покажу. Папка тоже живёт. Блин, это ж помнить нужно всё, чё, те, куда, кафос, чё, хера, ся, аж 4 штуки сразу. Ё-моё. Ну потому что уже пора закругляться. Ну да, уже это как-то жестковато становится. Всё, отправляй себя к рыцарю. Так, Евгений, иди сюда. Ты иди. Меня отправь. Господи. Меня тебя не... Отправь! И это... Себя к рыцарю. Птица кого? Сейчас. Так, и надо убрать отсюда. Вроде бы всё норм. Фу, блин, тяжко. А их ещё больше будет. Кого? Аномалий? Ну. Понятно. Судя по тому, что там команда контроля, информационная команда. Эти-то никуда не денутся. А сколько, интересно, вообще этажей может быть? Что-то херова знает пока. Так, ну бабка рассерепела. Ну. А чё забываете про неё? Опа, на! Вольный стрелок. Красиво. Блин, картинка прикольная. Картинка какая-то, хоть понимаем про неё. Дьявол желает лишь отчаяния своих жертв. Отчаяние выгодит рассудку, лишая воли к движению вперёд. В тот момент, когда у кого-то больше ничего не остаётся, душа увядает и отправляется прямиком в ад. В владение дьявола. Вот почему дьявол любит наблюдать за людьми, которых охватил отчаяния, вместо того, чтобы концентрироваться на простейшей работе типа убийств. Мы это называем «продал душу» дьяволу. Когда охотник получил ружьё из рук дьявола, он предложил коварный контракт, в котором он говорил, что последняя пуля, выпущенная из этого ружья, пробьёт голову того, кого он полюбит. В тот самый момент, как он услышал эти слова, он застрелил всех, кого он любил. И после этого он сказал дьяволу, «Магическая пуля действительно может попасть в любого, как ты и сказал». С исчезнувшей последней пулей, охотник посетил множество миров, иногда он помогал нуждающимся и сражался со злом. Но это был не результат доброй воли, а просто мимолетное импульсивное желание. Кто-то называет его охотником справедливости, в то же время другие имену того, кровавым метким стрелком. Однажды охотник осознал, что дьявол больше не наблюдает за ним, а ему было интересно, почему и он, наконец, осознал, что его душа отправилась прямиком в ад. Контакт уже давно выполнен, так что дьявол ушёл. Меткий стрелок, ныне дьявол, продолжает отпускать крок, собирает души других. Словно дьявол, пули будут пронзать всё, что ты пожелаешь в вечность. Типа так, это Black. Видимо, если прокачать это, наверное, тебя не убьёт. Типа тёмный урон, да? Какой-то, ну, выработка ячеек и вот, да, хе, как ты говорил. Хе, аномалия. Ох, ты же, блин! Красиво. Чё, сколько надо, чтобы создать? О, это прям такой классный плащ. И такая классная винтовка. Это муж... Это этот, блин, как он называется? Мушкет, да, вот этот. Да? Ну, не мушкет, да. Ну, который вот, да, вот с ножичком ещё. Нет, вот без ножичка. Это именно мушкет, это длинный столк. По-моему, этот с ножичком. Нет, это вот как у него. Я поняла. У него такая же херня. Нет, у него без ножа. Она у него чисто вот. Одна большая, длинноствольная. Хотя, может, с ножом хер его знает. Мне кажется, нет, от которого на конце ещё много чек. Ну ладно. Короче, чувак решил дьявола наебать, его сразу поубивал всех близких, перед тем, как продать душу дьяволу. Красавчик просто. Ну и чё? По созданию сколько надо? Наведи. 50. 50 до 45. Ну это уже не как-то сервер. Ну, это, наверное, слушай, уже это. Ну смотри. Чё? Она уровня вейв. Это следующий после хе. То есть это... Это красиво. Это прям очень сильная... Это прям очень сильная пушка. Она блэком стреляет. А-а-а. Вон оно как. Нифига себе. А блэк это... Если не ошибаюсь... Если не ошибаюсь... Где блэк? Сейчас я посмотрю. Подожди. Вот. Блэк это один из самых... А, нет. Это привязанность? Пейл самый сильный урон. Нет. Они, видишь, соответствуют всем. Пейл самый сильный урон. Получается, что... Блэк это не такой сильный урон. Но блэк нужен. Ну, пейл самый сильный, потому что это подавление. Это серый урон. Это чёрный урон, белый и красный урон. Я понимаю, это посмотрение по цветам соответствует тому, как ты прокачиваешь. Поэтому, мне кажется, это важно. А может быть. Так, ладно. Чё мы теперь-то делаем? Угу. Надо денёк заканчивать, думаешь? Ну, давай ещё по разочку отправим. И закончим. Чё уши мне не дали? Уши тебе не дают. Всё, преподай. Гантон. Преподай, раздал всем. Ради интереса пошёл бы ты к преподаю, а? Блин. Не, мне надо на подавление ходить к этому чуваку. Ладно, ладно. Ну, делай вид, что ты не хочешь уши. И привязанность надо сделать. Всё. Отправим вот так, вот так. И на инстинкт разочек вот сюда. Сюда на понимание. Бабки не пойдём. Её нахер. Достава она. Страдальческая бабка эта. Справедливо. А, блин, к ней идти надо. Иначе он нас сожрёт. Так, кто-нибудь в бункер сходите. Музычка, как всегда, качает. Музычка здесь очень классная. Выйди из бункера. Так, в шуму кто-нибудь сходите. Так ты и иди, что ты. Аномалия сбежала. А вы зачем её ударили карающую птицу? Так кто вас просил-то её бить? Хе-хе-хе-хе. Стой, 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 стой. Мне просто интересно. Зачем? Блин, опасно, да? Она сейчас их убивает нахер за это. А у тебя справа кто-то есть? Нет, это комнатка, которая между нами. Я понимаю, имею ввиду, что из наших сотрудников. Вроде нет. Ну, только эти, клерки. Хорошо. Ну, чуть подальше. Она пока летит, может, это... Блин. Ну, да, что делать? Давай. Тихо, тихо. Я могу убить птицу. Ты хочешь убить птицу? Вряд ли это возможно. Промазал. Мы так не закончим сейчас день. Ну, вот прям подальше делай. Ты что сделал? Он что-то стрельнул. Нахерил, что ли? Ты убил птицу. Я убил птицу. Вот и всё. А. А где? А всё она? Она вернулась. А, ну, так неинтересно. Ну, ладно. Теперь топи обратно, нахер. Блин. А я ведь покупил кучу всего, да? Эээ, ладно. Думать надо было. Ну, ладно. Чё страшного, это как бы... Сейчас быстренько. Сбегаю. К бабке там какой-нибудь. Она мне быстренько даст свои очки опыта. И всё. Рыцарь прикольное приобретение, на самом деле. Если ты не хочешь связываться с аномалией напрямую. Ну, да. Там пеподая, того же можно просто изничтожить. Не трогай пеподая, он милый. Ой, чё так бабки-то плохо сходили? В смысле, на ноль сходили? Ну. Это как? Не знаю, чё-то бабка рассерепела опять. Ладно. Ну, потому что заканчивать надо. Не уёбываться. Ёпта-ти. Семь штук. А, семь штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ладно. Чё я могу сказать? Ничего я не могу сказать. Сейчас отправлю-ка всем. Ёпта-ти. Это плохо. Ну, рискуй ли с собой исключительно всё, что могу тебе сказать? У меня слишком мало в этих справедливости. Но сейчас, может быть, успеют набрать вот эти вот 16 очков, и мы просто закончим день. Да, я тоже на это надеюсь. Пока что я там посижу. Да, всё, можно завершать. Посмотрю, как она меня... Так, всё, чё-то плохо всё идёт. Так что завершай просто. Завершить. Так, ну в целом неплохо мы посидели. Да. Плохо посидели. Давай начнём следующий день, наверное. Там заставочка сейчас будет. А мы сейчас выберем аномалию, да? Нет, аномалий сейчас выбора не будет. Всё без выбора. Всё понятно. Да? Это без выбора аномалий. Это сейчас только заставочка. Ого! Ой, тут что-то графика поменялась. Управляю... Я читаю? Да-да. Мы это читаем, да? Управляющие, что-то не так? А, понятно. Подождите минутку. Если для вас это невыносимо, закройте глаза. А так красиво было, мне нравилось. Ну, понял. Я всё исправила. Была ошибка в системе. Странно, что она появилась так просто. Эта технология была разработана во время войны. Найдя в наше время широкое коммерческое применение. Технология скрытия? Да, мы типа не видим, что реально там происходит. А вот поэтому аномалии и выглядят как безобидные зверушки. Какие-то миленькие зверушки. Люди у нас выглядят как нарисованные человечки. Да, типа там всё серьёзнее куда. Пиздец. Там всё... Это всё скрывается, чтобы просто не было таким этим. Не то, чтобы она была разработана именно для этого. Человеческий мозг хрупок. Если вы видите нечто ужасное или шокирующее, то он на время отключается. И если этому подвергнется управляющий, как вы, то мне будет очень сложно решить эту проблему. Поэтому я установила фильтр восприятия. Когда фильтр восприятия работает нормально, мёртвые работники будут выглядеть как милые куклы в красной краске. Неплохо. А аномалии, повреждающие ваш СП, будут выглядеть как милые игрушки. Поверьте мне, перед тем, как был установлен фильтр восприятия, множество управляющих потеряло свой рассудок, сидя в этом кресле. Ой, наградатка. Да. Я не могу позволить вам присоединиться к ним. Понятно. В тот день Джеймс выпустил две аномалии, что привело к смерти семи сотрудников. Ага. Понимаете, стремление к минутной выгоде привело к таким потерям рабочей силы. Конечно же, я лично приказал застрелить его. Как прелесть. Я знаю, в каком месте мы работаем. Ага. Мне не жаль, ведь это я дал разрешение. Но я не могу простить себя за то, что завел с ним личные отношения. Ладно. В тот момент я забыл о своей роли. Правда? Не скажу, что бессмысленная болтовня была мне неприятна. Его глупые шутки были забавны. Мне нравилась игра в слова. Я забыл, как он любит нарушать правила. И цена за это велика. Управляющий. Это корпорация Лоботомия. Каждый день здесь умирают люди. Имя которых вы даже не знаете. И в то же время здесь одиноко. Иногда хочется высказаться кому-либо. Пожалуйста, не повторите мою ошибку. Так вы сможете не допустить подобных бессмысленных смертей. Я завидую Анжеле. У нее нет крови, нет слез. Все говорят, что я слишком рационален. Хладнокровный, злой, жестокий руководитель. Что безучастно смотрит на то, как умирают десятки сотрудников. Кстати, он не ИИ. Я поняла. Видимо, она единственная ИИ, а они все люди. Да. Не буду отрицать это. Но кто бы не построил это место, его жестокость превосходит мою. Ну да. Иногда я хочу быть безличным ИИ. Симпатия замыляет чистоту решения, и ты совершаешь ошибки. Почему именно мы занимаемся этим, а не обычные компьютеры? Вы знаете ответ? Границы совершенства. Лучшее, что можем сделать, позаботиться о том, чтобы события не переросли во что-то ужасное. Все будет в порядке. Если за аномалиями будет вестись надлежащий уход, так что следите за всем как можно внимательнее. Завершите день без плохого результата. Просто завершите супер день. Ну да, в принципе. Видимо, это не так просто, возможно. Но мы на этом закончим сегодня. Нет, мы сейчас умножаем расширить, потому что там сохранежка пройдет. А, окей. Окей. И вот на... А даже начнем, наверное. Нет, и все, и на этом, да, можно закончить. Нет, ничего, подожди. Так. Выдачи руководства по противопостоянию. Понижение страха клерков. Ой, наконец-то вы не будете бояться никого, а. Эти крики перестанутся постоянно. Да ну, это забавно, согласись. Да? Красивенько все. Ну что ж, мы на этом закончим. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok